здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас 84 уроке видео курса лендинг page для начинающих в этом уроке я хочу вам показать виджет который позволит легко подключить google шрифты к вашему лендинг page зачем как бы я сделал еще один урок по шрифтам если можно и приспокойненько использовать тот метод шрифтов которые я вам уже показывал но этот виджет хорош тем что здесь помимо шрифтов можно придать дополнительные эффекты такие как например 3d эффект и так далее вот здесь в этом абзаце видно я использовал google шрифты давайте перейдем в адоб news и ознакомимся с данным виджетом более детально из библиотеки данный виджет google fonts я перетаскиваю на холст и прежде чем мы будем ознакомиться с google шрифтами непосредственно с сервисом google fonts нам нужно как бы наш текстовый слой на который мы хотим повесить google fonts то есть google шрифты нам нужно добавить его в стиле абзацев смотрите вот лендинг имеет например разные вот разные текстовые слои да вот один я выделил для заголовка следующий например это у меня подзаголовок давайте сначала изменим один какой-то текстовый слой а потом уже поговорим о том как изменить другие текстовые слоя на нашем лендинге заходим в настройки виджета или вы просто выделяете вот это поле копируете все содержимое данного поля сначала выделяете тот текст на который хотите применить google fonts да потом идете в стиле графики и вот здесь вот надо нажать создать новый стиль на основе примененных атрибутов нажимаете потом два раза кликайте по стиле абзаца и вот в всплывающем окне вставляете вот так вот имя стиля и ok и в принципе я уже присвоил я сворачиваю этот инструмент я присвоил уже шрифта google fonts данному текстовому слою также можно выделить этот текст у нас по умолчанию цвет тут голубой и выбрать цвет какой вам больше нравится переходим в настройки виджета смотрите здесь второе поле вы из списка можете выбрать какой-то стиль вашему тексту давайте посмотрим при просмотре смотрите вот для примера видите вот здесь текст до из этого списка я хочу заметить что скорее всего не будут шрифты поддерживать кириллицу то есть русские шрифты не будут поддерживать смотрите в данном тексте есть русский текст и есть английский текст вот landing page и обратите внимание английский текст отличается до от этого текста хотя это у нас один текстовый слой давайте для примера попробуем выбрать еще какой-то здесь вариант до ниже поля это тоже light например там могут быть тонкие буквы нормарный нормальный болт жирные буквы давайте попробуем сделать жирный и сравним если разница смотрите вот разница 1 и разница 2 видно что мы сейчас уже воздействуем на текст что я хочу этим сказать мы не прибегая к сервису google font то есть не выбрали еще с вами нужны как бы шрифт мы уже можем как-то воздействовать до на текст но это все не то потому что смотрите здесь шрифт действительно показывает как он есть вот на английских словах а на русских нет так как виджет делали иностранцы поэтому русский шрифт здесь естественно не поддерживается поэтому я вам предлагаю как бы отказаться вот от этих настроек потому что кириллицу не поддерживают мы сейчас пойдем другим путем и посмотрим как можем а вставить нужный нам шрифт переходим в google переходим в google и в поиске google пишем фонд это шрифты и первая ссылка google font переходим это сервис от гугла смотрите первое что нам нужно нам нужно вот здесь списке выбрать кириллик видите вот как я здесь выбрал кириллик теперь у нас показывается список тех шрифтов которые поддерживаются поддерживает русский язык и вы читаете вот этот образец и это и есть как бы как как будет выглядеть текст на вашем сайте знаете на вашем лендинге и вы подбираете себе нужный какой-то шрифт вот смотрите давайте возьмем вот этот вот жирненький шрифт курсивом таким до симпатичный вот этот шрифт и как нам его с вами отобразить в нашем виджете нам нужно название данного шрифта название прописывается вот здесь вот синими буквами то есть вы прямо отсюда аккуратненько вот так вот копируете данный шрифт просто название шрифта то есть мы не копируем сам шрифт мы скопировали только название идем в адоб news заходим в наш виджет смотрите у нас здесь есть ниже опция она у нас отключена и вот здесь вот написано font name то есть тут достаточно просто прописать название шрифта и виджет уже будет отображать тот шрифт который нам нужен если мы ставим здесь галочку вот это второе поле сели где можно было выбрать также шрифт она отключается потому что мы теперь прописываем тот шрифт который нам нужен которого нет в том списке поэтому мы вот здесь вот прописан тот шрифт вообще любой какой нам только нужен то есть находим шрифт какой нам нужен и его название прописываем здесь и enter и давайте посмотрим в браузере что у нас изменилось смотрим в браузере и у нас в принципе тот шрифт который мы выбрали совсем не похож который у нас вот здесь смотрите что мы делаем еще здесь болт стоит жирный можем конечно выбрать нормал но все равно это не даст нам тот шрифт который мы выбрали потому что мы с вами еще как бы не закончили процесс установки нужного шрифта просто сейчас я прохожусь по всем параметрам вот еще один параметр если мы выбираем вот этот второй вариант то буквы все становятся заглавные видно да вот здесь буквы все большие вот сравним как было и вот теперь все большие это чтобы просто знали мы это дело с вами отключаем и двигаемся дальше давайте эффекты следующие все тень ретро эффект 3d эффект мы пока не трогаем мы сначала пока добьемся того чтобы мы видели тот шрифт который мы с вами выбрали для этого нам вот в самом низу здесь нужно поставить галочку нам нужно здесь прописать стиль нашего шрифта и ксс стиль тоже здесь это несложно переходим обратно значит в google fonts смотрите тот шрифт который мы с вами выбрали здесь есть у каждого шрифта вот такая вот такие вот иконки кнопки кликаем вот по этой иконочке спускаемся в самый низ также галочками вы можете назначить здесь дополнительные свойства к вашему стилю который вы выбрали просто кликнув вот по этим галочкам да и смотрите что нам нужно вот внизу есть такой код link его вот так вот целиком выделяете именно вот эта первая вкладка стандарт и копируйте просто выделяете и копируйте в news заходим обратно виджет и вот здесь в этот эту ссылку просто вставлять ничего здесь нету сложного единственно только убедитесь в том что вы действительно всю ссылку скопировали аккуратно то есть начинается вот такой вот открывающейся скобки ваша ссылка заканчивается вот тоже такой закрывающий скобка вы можете если вы не целиком скопируйте данную ссылку то у вас ничего не получится дальше еще одно поле ксс стайл смотрите ниже как раз таки есть вот такой параметр вы целиком вот так вот начинается вот видите фонд family и идут такие атрибуты вы целиком вот это все дело копируете и вставляете сюда и энтер давайте перейдем в браузер и посмотрим и вуаля вы видите что теперь наш текст очень похож на тот который мы с вами выбрали вот этот текст и вот он наш текст то есть вот как было и вот как стало мы подключили google font к нашему текстовому слою дальше размер также вы можете обычным способом выделяйте текст если шрифт визуально уменьшил ваш текст и пробуйте поставить например 30 то есть у меня 30 у вас может быть другой размер видите я увеличил буквы да то есть вот как было мелко и вот как стало мы добились того что мы указали с вами нужный шрифт а что делать если например у нас много текста и для другого текста мы хотим например тот же шрифт применить смотрите что мы делаем например вы хотите применить вот этот вот текст вы также выделяете данный текст идете в стиле абзацев и просто здесь в списке выбираете то название которое у вас прописано вот здесь смотрим здесь вот пожалуйста видите очень красиво получается то есть вот применили мы тот же шрифт для уже другого текста то есть таким же образом вы применяете данный шрифт тем слоям текста который вам нужно ну и давайте посмотрим у нас здесь с вами есть еще эффекты 3d эффект давайте посмотрим посмотрим shadow shadow это тень shadow а значит размер вот здесь вот можете управлять стрелками размер тени а скорее всего это отдаление тени то есть приближение отдаление тени поставим один и соответственно shadow color это просто цвет тени то есть как код оттенка а выбрать я надеюсь вы это умеете делать давайте посмотрим как применилось у нас 3d эффект вот смотрите как как симпатично все у нас выглядит видите у нас действительно такие получились 3d буквы это очень и очень круто смотрится и смотрите а что у нас здесь получается в этом подзаголовки у нас тоже стоят 3d эффект это очень очень крутая вещь можно даже увеличить еще немножко наш текст вот смотрите какая красота получается данный виджет вы сможете скачать на моем сайте ссылочка будет под этим видео на этом я заканчиваю данный видео урок и увидимся в следующем наверное трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанной в адоп news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пэтч делайте их круто